МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУНОВОСТИ. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня выпуски. Новые случаи коронавирусной инфекции в Костанайской области. Сегодня диагноз подтвердился у двух жителей региона. В ночь с четверга на пятницу в Костанайской области вводится карантин. Как теперь будет жить регион и его жители, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. С сегодняшнего дня за временную регистрацию автомобиля не нужно уплачивать первичный сбор. Повлияло ли это правило на владельцев авто из ЕАЭС, которым нужно было пройти постоянную регистрацию, расскажет Наталья Басмурзина. Кустанайцев призывают вступить в добровольные противопожарные отряды. Все, что для этого нужно, иметь хорошую физическую подготовку и быть старше 18 лет. Подробнее об этом расскажет Камила Солкомбаева. Коронавирус выявлен еще у двоих жителей города Житикара. Один из них 1996 года рождения, а другой – ребенок 2010 года рождения. Оба, согласно официальной информации, находились в близком контакте с госпитализированными ранее с COVID-19 житикаринскими пенсионерами. Один из них является соседом, а вторая – родственницей. Сейчас, в соответствии с утвержденным протоколом, проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактирующие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. В итоге, по состоянию на 16 апреля в Кустанайской области выявлено 7 человек с инфекцией COVID-19. Один человек скончался. С 12 часов ночи, пятницы, 17 апреля, на всей территории Кустанайской области вводится карантин. Об этом стало известно всего сутки назад. Весь день чиновники, ответственные за введение карантина, давали разъяснительную информацию. Кто сможет работать, как можно передвигаться по городу и в пригороде, какие документы нужны, чтобы не быть наказанными за нарушение режима карантина. Мои коллеги расскажут подробнее. С нуля часов 17 апреля, то есть в ночь с четверга на пятницу, на всей территории Кустанайской области вводится карантин. Это означает, что людям теперь разрешено выходить из домов только по особой необходимости – в аптеку и в магазин возле дома. Движение общественного транспорта в городах и районах полностью прекращается. Что касается работающих людей, то им нужна справка от работодателя. Это касается и жителей Кустаная, и тех, кто будет ездить в областной центр из Табыла, Заречного и Мичурина. Промышленные предприятия и предприятия сельского хозяйства продолжают работу при условии организации транспортировки сотрудников самим предприятием до места работы и обратно. Если же это предприятие, допустим, совсем не крупное, и, значит, не возбраняется, проезд личным автомобильным транспортом. Работают объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства. Все продовольственные рынки, на которых возможна оптовая закупка продуктов и продуктовые магазины, будут работать во время карантина. Работают и аптеки, АЗФ, нефтебазы. Рестораны, бары, кафе, столовые – только с услугой по доставке. Строительные объекты, но при наличии условия организованного проживания и организованной перевозки рабочих на строительные площадки без выхода за ее пределы. Что касается поездок на дачи, их быть не должно. Я рекомендовал бы нашим уважаемым, будем говорить, пожилым людям, ну, за 60 и так далее, не надо, впереди жизнь, не надо рисковать. Это просто иллюзия, что везде все хорошо, и давайте потерпим две недели. Ну, будем честны и откровенны. Один случай буквально, тем более очень много бессимптомных случаев, что сразу вовлекается, ну, не менее 10, 20 до 50 контактов. Вы представляете, мы просто, здравоохранение, оно просто захлебнется. Поэтому считаем, что не надо такие вопросы даже задавать, надо терпеть. Работать будут средства массовой информации, агентства ритуальных услуг и кладбища, адвокаты в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд, ветеринарные станции, клиники, зоомагазины, станции технического обслуживания, в том числе и шиномонтажные мастерские. Что делать, если руководитель предприятия считает, что деятельность учреждения важна для населения в это время. Если какие-то не возникают условия по передвижению, по работе данных объектов, обращается в районный или городской региональный штаб, где там им выдается необходимое разрешение. Такси остаются в работе по перемещению внутри города при наличии в таксопарке медицинских работников для предсменного медосмотра водителей. Работают и грузовые перевозки. Продолжают работу филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе службы инкассаторов, инженеров технической поддержки, почтовой и курьерской. Также в условиях карантина будут по-прежнему действовать сервисы доставки продуктов, питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей. Карантин вводится в регионе до 7 часов 1 мая. Алексей Кудрявцев и Детяна Калюжная, РТН. Сегодня Аким Костаная рассказал обо всех правилах передвижения по городу. Ездить могут только машины, которые будут занесены в полицейскую базу. Формировать список сотрудников предприятий, личных и служебных машин должен работодатель. Куда и как подать данные о сотрудниках и транспорте, расскажет Камила Салкамбаева. Сегодня Аким Костаная Кайрат Ахметов рассказал, как быть сотрудникам предприятий, которые продолжат свою деятельность во время карантина. Для того, чтобы добраться до работы, человек должен иметь при себе документы и справку с места работы. Больше надо вопросов задавать у себя на работе своим работодателям, своим руководствам. Это все в руках работодателя. В рабочем порядке у себя внутри своего предприятия. По словам градоначальника, вся ответственность за передвижение от дома на работу и обратно лежит также на плечах работодателя. Все предприятия должны предоставить служебный транспорт своим сотрудникам. А тем, кто хочет добираться на личном транспорте, нужно идти к работодателю. Каждый работодатель должен обратиться в отдел предпринимательства города Костаная и, соответственно, указав количество своих работников, количество согласно реестра, также номера автомашин. Она может быть так и частной, так и предприятия. Соответственно, мы отдаем ДВД нашего города, области. Для получения разрешения на перемещение по городу своих сотрудников работодатели должны в электронном виде направить заявку либо в отдел предпринимательства, либо в оперативный штаб. Электронный адрес указан на экране, также по номеру 109. К заявке прикладывается форма сведений, где указывается ФИО сотрудника, ИИН, должность и маршрут передвижения. На транспортные средства оформляется аналогичное приложение с указанием данных водителя, марки и регистрационного номерного знака, а также маршрут движения. Мы работаем в круглосуточном режиме. Скажем, сейчас после 6-7 мы домой не уходим, потому что мы понимаем, что в течение 3-4-5 дней очень будет такая непростая ситуация. Естественно, мы сейчас буквально с ДВД этого просто и все, работы отработали, и сейчас уже будем совместно работать. Успанка Кимжанов, Камила Солкомбаева, РТН. Количество блокпостов и полицейских патрулей увеличено. Уже завтра сотрудники полиции начнут следить за соблюдением карантинных требований населения на дорогах, на улицах и во дворах всей Костанайской области. В департаменте полиции напомнили об ответственности за нарушения, об административной и даже уголовной. Сейчас на территории Костанайской области функционирует 29 стационарных блокпостов. Для сохранения карантина, который начнется в регионе 17 апреля, патрульные полицейские машины возьмут на себя функцию блокпостов мобильных. Таковых будет 33. Они ограничат выезды из районов области, так как передвижения по ее территории также запрещаются. Людям запрещается покидать не только населенные пункты, но и свои жилища, кроме тех, кто имеет разрешение ходить на работу. Например, как разъяснили полицейские, закрываются все дворовые и игровые площадки. Дети должны сидеть в домах и квартирах. Передвигаться по городу им разрешено только в сопровождении взрослых. Департамент полиции кратно усилил наряды. То есть завтра с 6 утра на всех дорогах, касаемо областного центра, на всех улицах нашего города будут дежурить автопатрули. Например, по проспекту Абая будут от 3 до 5 автопатрулей дежурить. Будет остановлена каждая автомашина и будет проверяться на наличие разрешительных документов. И автопатрули и пешие обеспечат планшетами с доступом к базе, в которой будет указано, имеет ли водитель разрешение на проезд а пешеход на передвижение далее 500 метров от дома, опять же на работу. На улицы областного центра 17 апреля начнут выходить более 300 сотрудников, которые будут следить за соблюдением требований также и во всех дворах. Полицейские напоминают об административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения. С момента введения чрезвычайного положения в области уже выявлено 408 таких правонарушений. Более 40 человек арестованы к различным срокам административного ареста. Остальные все привлечены к административным штрафам. Также еще раз напоминаю, что любое правонарушение, совершаемое в режиме чрезвычайного положения, считается как отягчающая вина обстоятельства. Поэтому, отмечают полицейские, любой житель, который выйдет на улицу или выпустит туда детей без надобности, будет привлечен к административной ответственности. Поэтому и на даче ездить нельзя, даже на личном транспорте. Запрещено выходить на улицу и лицам старше 65 лет. Также полицейские предупреждают граждан о том, что сведения о необходимости передвижения людей и конкретного транспорта в населенных пунктах в оперативный штаб необходимо подавать только достоверные. Если будет представлена информация и будет выявлено, что данные транспортные средства и данные лица никакого отношения к той или иной организации не имеют, то есть это сразу здесь будем рассматривать вопрос, в правках уголовной ответственности за заведомо ложное висение сведений. Полицейские отмечают, что в первый день карантина они будут разъяснять требования и предупреждать граждан. Цели карать, кого-то наказать у департамента полиции нету. Одна наша цель и наша просьба – это соблюдение карантинного режима. Только так мы можем на сегодняшний день друг друга уберечь и спасти. Тех, кто сейчас находится в пути и не успеет попасть в свои населенные пункты до введения карантина, полицейские обещают через блокпосты пропустить. Конечно, после прохождения всех необходимых контрольных процедур. Алексей Кудаявцев, Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН. Решать свои проблемы собственными силами – так решили в районе имени Биембета Майлина, когда с введением режима ЧП возник дефицит с медицинскими масками. За дело взялись местные волонтеры и работники швейного цеха Юджин. В августе прошлого года предприятие выиграло социальный грант на полмиллиона тенге и закупило три швейные машинки. Первым крупным заказом для них стало производство востребованных сейчас защитных масок. С утра до позднего вечера в ателье Юджин не умолкает шум швейных машинок, на которых шьют такие необходимые сейчас защитные маски. За правильностью их изготовления следит Лизат Толханбаева. Она инвалид второй группы, по образованию программист, но занятие рукоделием у нее, как говорится, в крови. Бабушка шила, отец занимался перетяжкой мебели, да и сама Лизат берется за любое швейное дело. Я люблю шить с детства, а сейчас у нас в стране чрезвычайное положение, и мы решили помочь людям, поэтому начали шить маски. В этом нам помогают волонтеры. Сейчас по шивам масок занимаются 10 человек. Ребята и раньше приходили обучаться швейному делу, ну а после введения в регионе масочного режима их сплотило общее дело. Возглавляет команду волонтеров швей руководитель молодежного ресурсного центра Еркин Назаров. Самая кропотливая работа в изготовлении масок, говорит Еркин, это вязка резиночек. В день мы должны вязать по 10-8 тысяч резиночек. Здесь также нарезается материал, который изготавливается. Около 100 метров, 50 метров в день мы должны обрабатывать его. Материал проходит очистку. После того, как сшивается маска, обязательно проходит соглашка. В день общими усилиями шьют около 500 масок. Но и этого, как говорят производители, бывает недостаточно. На маске большой спрос не только в районе Биембета Майлина, но и в ближайших сельских округах. Заказы приходят и от крупных предприятий. К примеру, АО «Варваринская» приобрело у швейного цеха 5000 масок, которыми бесплатно обеспечило магазины и работников государственных структур. Всего с марта по апрель работники ателье сшили около 9 тысяч масок. А несколько сотен средств защиты ребята из молодежного центра раздали нуждающимся. И такие гуманитарные акции они проводят практически каждую неделю. Люди очень радуются. И когда ты смотришь, что они радуются, это самой приятностью становится очень. Молодцы. Работают. Приятно, что заботятся о народе. Нормально дышится. Не мешает ничего. Свободно. Спасибо. У кого-то и масок нет. Думаю, что это очень хорошо. Так что благодарны вам, что есть такая акция. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников цеха и волонтеров, уже к началу апреля потребность в медицинских масках практически для всех жителей района Бимбета-Майлина восполнена. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Продолжаем выпуск. Владельцы иностранных авто больше не будут платить первичный сбор при временной регистрации автомобиля. Такое изменение в законодательстве начинает действовать с сегодняшнего дня. Но правило не распространяется на казахстанцев, которые уже везли машины из стран ЕАЭС и теперь должны встать на постоянный учет. Ранее говорилось, что им можно пройти временную регистрацию, которая бы позволила в течение года свободно перемещаться на территории страны. Но тогда оплата первичного сбора еще была обязательной. Все подробности нового правила нашему корреспонденту рассказал представитель департамента полиции области. С сегодняшнего дня начинает действовать новая законодательная поправка. Согласно ей, временная регистрация иностранных автомобилей первичной больше не считается. А значит, за нее не нужно оплачивать первичный сбор. В связи с этим вспоминается требование по регистрации автомобилей в везенных из стран ЕАЭС, который в начале года активно обсуждался. Применят ли к этой ситуации новую поправку? Ведь часть таких авто на временный учет так и не поставили. Многих сейчас интересует вопрос по транспортным средствам, везенных из Республики Армения, касается ли это их или нет. На данный момент это их никак не касается. Объяснение на примере армянского авто относится и к российским, и к киргизским машинам. Напомним, их владельцы – казахстанские граждане, и они должны поставить свой автомобиль на постоянный учет. Так как эта процедура затратна, то автовладельцам дали время пройти временную регистрацию до 1 марта. Но и она подразумевала оплату первичного сбора, который в некоторых случаях составлял более миллиона тенге. На данный момент было зарегистрировано на временный учет 8 транспортных средств. На мой взгляд, почему мало было поставлено машин на временный учет? Из-за высоких пошлин за первичную регистрацию. Получается, что те, кто в начале весны не встали на временный учет из-за нехватки средств по логике, могли бы сделать это сейчас без особых затрат, чтобы за оставшееся время накопить деньги и встать, как и положено, на постоянную регистрацию. Но сделать это автовладельцы не смогут. Во всяком случае, пока. Акция временной регистрации для них была разовой. И теперь придется ждать дополнительного постановления, которое даст возможность вновь пройти временный учет. Но теперь уже без дорогостоящей оплаты. Пока же новые правила применять будут в других случаях. Старший инспектор пояснил это вновь на примере Армении. Нюанс какой? Это касается, допустим, транспортных средств, которые принадлежат гражданам Армении. Вот гражданин Армении, у него есть транспортное средство, которое зарегистрировано в Республике Армения. Он приезжает сюда, в Республику Казахстан, на долгий срок более одного года. Он здесь хочет находиться с этим транспортным средством в Республике Казахстан более одного года. Тогда по закону дорожного движения он должен поставить его на временный учет. Когда выйдет дополнительное постановление, точного ответа нет. Пока же все не прошедшие ни временную, ни постоянную регистрацию автомобили юридически находятся в Казахстане незаконно, по словам старшего инспектора. Но он же отметил, что мер к таким владельцам пока не применяют. Полиция ждет выхода дополнительного постановления или другого решения государства. Хамзан Рпийцев, Наталья Басмурзина, РТН. К другим темам. В лесхозах Костанайской области сейчас идет подсчет поваленных ветром и снегом деревьев во время сильнейшего бурана 7 апреля. Но эксперты уже утверждают, что урон будет существенным. Наиболее пострадавшими называют лесхозы Алтын-Саринского и Аулия-Кольского районов. Татьяна Калюжная продолжит тему. Шквалистый ветер и снег, которые обрушились на Костанайскую область 7 апреля, обрывали провода, электросетей, срывали крыши с домов и повалили множество деревьев. Зеленые насаждения пострадали не только в городах. Лесным массивом природная стихия нанесла наибольший урон. Это видео после бурана, снято в сосновом бару Алтын-Саринского района. Как отмечают специалисты, этот лесхоз в числе наиболее пострадавших в области. Сломаны деревья от 80 и старше лет. Сейчас лесничи ведут их подсчет. В Краснокордонском и Баганском. Вот два лесничества, которые сильно пострадали. В разных местах, в разных кварталах, в разных делянах. То есть нам надо обойти сейчас почти весь лесхоз. Весь лесхоз надо произвести обмеры, обмерить каждое дерево. Каждое дерево пойдет в учет. Также будут спилены те деревья, которые уже дальше не могут быть. Ввиду того, что уже корневая система нарушена. Вот это мы часто видим на фотографиях, где уже она с корнем вырвана. Наполовину или частично. Можно пустить такие деревья? Нет, это экономически нецелесообразно. Чем печальна наша ситуация? То, что именно задеты рекреационные зоны. Именно места отдыха людей. Но и убрать после подсчета поваленные деревья сразу лесничи не смогут. Не имеют права. Дело в том, что лесной массив, даже в виде поваленных деревьев, особо охраняется законом. Для того, чтобы произвести уборку, то есть изъятие лесных ресурсов из Государственного лесного фонда, необходимо получение разрешения с Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии. Для этого нам необходимо произвести отводы земельных участков этих. Произвести обсчет древесины. То есть это мерными вилками будет обмеряться, какой состав деревьев, какое количество деревьев и объем куба массы. Для того, чтобы направить материалы, необходимо произвести общественные слушания. Это просто процедура, которую надо выполнять. Получить от разрешения – тоже дело не одного дня. Специалистам понадобится больше месяца, чтобы согласовать все документы. И только потом они смогут приступить к устранению последствий, причиненных природной стихии. В эту пятницу Управление природных ресурсов и регулирование природопользования намерены совершить облет пяти лесхозов, чтобы получить более детальную информацию. Также, как отметили эксперты ведомства, в этом году они откажутся от ежегодного плана по заготовке древесины. Хотя только на санитарную рубку в этом году планировалось отправить больше 63 тысяч кубометров дерева и больше 50 тысяч кубометров спелого леса. Вступить в ряды добровольных противопожарных отрядов призывают жителей области. Добровольцев обучат навыкам тушения лесных, степных и прочих пожаров. Желающему достаточно иметь хорошую физическую подготовку. Кроме этого, в департаменте ЧС сегодня вакантно почти 100 мест. Тему продолжат мои коллеги. В департаменте по чрезвычайным ситуациям еще в начале учебного года начали агитацию выпускников школ к поступлению в Кокшетауский технический институт. Обучившись 4 года, к слову, бесплатно. Можно вернуться и пополнить ряды спасателей. Основные критерии для поступления в наш институт, как частот химический, проходной балл 50 баллов, но это не является пределом. На фоне конкурса нужно набирать больше баллов. Так, физические потребности, получается, выпускники, они должны проходить 3 километра, это получается, 3000 метров, потом 100 метровка, 13 раз подтягивания, потом физически, получается, он должен быть здоров, рост не ниже 168. В прошлом году 11 выпускников института начали работу в департаменте. Но чтобы начать службу, не обязательно быть выпускником этого института. Достаточно пройти конкурс. Сейчас в департаменте ПЧС вакантны 96 мест. Это из них, получается, они подразделяют сержантские должности, есть офицерские должности и руководящие должности. Если вы имеете юридическое образование, также, получается, нужно и физическое, как сказать, самочувствие, здоровым должен человек, на конкурсной севастновой, они приходят к нам, подают заявление, мы рассматриваем документы и все в порядке, получается, этап проходит. Но вот нуждаются сейчас сотрудники не только в самом департаменте, но и в отдаленных районах, где нет пожарных частей. Там борьбу со степными, лесными пожарами ведут добровольные противопожарные отряды. Как раз добровольцев эти отряды сейчас очень нужны, поскольку начался пожароопасный период. Граждане, принятые в добровольные противопожарные отряды, проходят обучение специализированных учебных центров. Наряду с этим, в соответствии с поручением комитета, подчеркивающим ситуацией Министерства внутренних дел, департаментом подчеркивающим ситуациям разработана тематическая программа, в соответствии с которой мы проводим практическое обучение. Обучение длится 6 месяцев. Чтобы пополнить ряды этого отряда, достаточно быть старше 18 лет. Там количество мест не ограничено. Виктор Ваташко, Гамила Солкомбаева, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...